Сразу несколько крупных отраслевых наград привез руководитель районной станции юных туристов Александр Анохин из рабочей поездки на крупные всероссийские мероприятия в сфере дополнительного образования туристко-краеведческой направленности. Одна из наград сегодня передана в главе из Китимского района, чьи заслуги были высоко оценены в Москве. Станция юных туристов из Китимского района участвовала в выставке Федерального центра детско-юнического туризма в Государственной Думе. Деятельность станции была высоко оценена, а опыт водных походов с главой района признан уникальным в России и рекомендован для тиражирования. Президиум Академии детско-юнического туризма, Международная Академия детско-юнического туризма, принял решение наградить нашего главу Олега Владимировича юбилейной медалью Александра Александровича Стопца-Свешникова, это теоретик туризма, основатель Академии. Такую медаль мне посчастливилось привезти в наш район для нашего главы. Кроме того, районная станция юных туристов стала лауреатом международного конкурса на приз «Золотой компас». Победили в номинации «Организация массовой туристко-юнической работы по месту жительства детей, подростков и молодежи». Для нас это очень знаковая отраслевая награда, это признание работы вообще всего коллектива, вообще и муниципалитета в частности. Потому что, в общем, это очень серьезный приз для нас, и прямо это очень отрадно. И это еще не все награды. Памятным почетным знаком 100 лет детскому туризму России награжден директор района станции Александр Анохин. Он же был избран на должность заместителя представителя общественного совета руководителей учреждения дополнительного образования туристко-краеведческой направленности при Министерстве просвещения страны. Знаком за заслуги в развитии детско-юнического туризма отмечен и методист станции Дмитрий Гусев. Впрочем, всероссийские семинары совещания заполнятся не только наградами, но и достаточно конструктивным общением о перспективах существования детско-юнического туризма как самостоятельных учреждений. Субтитры создавал DimaTorzok